Всем доброго времени суток, фасткап номер 17407 продолжается, с вами Эритейл, и в полуфинале встретятся команды 6666, но скорее всего не просто 666, просто имя было занято, они назвали себя так, и Generation of Miracle. 666 будут играть на стране Сил Света, и Generation of Miracle приняли сторону Дайр. 666 уже взяли себе Огрмага, Оракла и Спаса Свойда. Вот на самом деле, я очень сильно надеюсь, что это будет не Хардлайн Войт, потому что, если честно, я не понимала изначально его постановки на эту Хардлиню, было это какое-то время очень сильно популярно, но Войт ради своего купола это Войт. Хотя, в сочетании с Снайпером, здесь действительно от Войта будет требоваться максимум купола, остальное дело Снайпер сделает. Снайпер может отправиться и на среднюю линию, и на керри позицию, и пока что это не до конца понятно, остается последний герой, но мне кажется, что все же это будет мидер Снайпер. Действительно, не приходилось просто видеть Снайпера на изи линии в последнее время, и возможно 666 от нынешней меты, скажем так, не отступятся. Команды Generation of Miracles уже взяли себе Слардара, Лайвстилера, Даззла и Вингерфул Спирита. Действительно, команда пока что получается вполне себе в достатке во всех аспектах, у них есть и контроль, у них есть и подсейф, и физический дэмэдж. Также танковать могут Слардар и Лайвстилер, хотя, возможно, Слардар здесь пойдет на сапорскую позицию, так же, как он пошел в предыдущей катке. Они, правда, играли в Generation of Miracles, и их враги поступили таким образом. Не знаю, насколько это себя оправдывает, конечно, команда проиграла с таким раскладом, но дело, возможно, было все же не в лайнинге, не в постановке Слардара на четвертую позицию. Оракла тоже нечасто видно, здесь он будет играть роль такого сейвера Нюкера, действительно, все-таки у него третий спелл достаточно неплохо дамажит. А ультимейт может спасти душонку снайпера, того же самого, которому подсейф жизненно необходим, все-таки хилый персонаж. Вейсла свой тоже особой толстотой не отличается, но ему она ими не пристала. Обычно он ставит купол, убивает максимальное количество противников за купол, и жить в этом куполе как-то поддерживать жизнеспособности особо и не нужно. Но пока что очень много дезармора в команде Generation of Miracle, и с этим как-то придется бороться, потому что ЕФС и Свойты снайпера, они лавкачи, лавкачи, они преобладают у них броня над количеством хп, и эта броня будет очень сильно проседать. Думаю, Громак и Оракл не применут затариться какими-нибудь соло-пристами и помогут своим тиммейтам. Ждут они мидера от команды Сил Света, и да, все же, судя по банам команды Generation of Miracle, они видят Фейслас Вайда в качестве хадлайнера. Ждут они Керри, в бан полетели Свен и Сларк. Такой вот герой, который бьет соло-таргета, хотя мы видим, что тут все бьют соло-таргеты. Возможно, не хватает что-то на мотив луны, хотя тогда будет катастрофическая нехватка жира, но жир и Керри часто понятия несовместимы. Да, Керри может набрать себе каких-то предметов, и фараллельно у него там к лву 25-му уже будет там 2500-3000 хп, но вначале это должен кто-то идти на передовую и танковать дэмэдж. Но хотя, опять же, тут есть Вестас Войда, возможно, команда решила то, что вы будете ставить купол, а остальное все будет делаться именно в купол. Получается, Керри должен быть и на живой. И опять же, мне почему-то кажется, что это будет луна, но, возможно, все обернется иначе. Инвокер берется в качестве мидера у команды Generation of Miracle. Ласт пик, и действительно очень сбалансированный пик получился, мне очень нравится. Есть и физические демоши, и магические контроли под сейф, и вообще все, что нужно добропорядочной команде. Особенно если, да, Свардар здесь отправится на оффлайн-позицию, наверное, конечно, это будет Винга. Вполне возможно, будет дабл на дабл, останется Селедка стоять с Ластилером, и да, пойдет с Вингой, и будет таких вот два физических дамагера, но все-таки, думаю, это будет Трипла и Соло-оффлайн. Остается минута, чтобы взять героя, Керри, так думаю. Но, к слову, Снайпером будет стоять неплохо достаточно против Инвокера, но и убить его тоже будет достаточно трудно ему. Инвокер, к слову, тоже может дать сдачу, и сунется Снайпер слишком близко, и получит по полной. С магического прокаста, с колд-снэпа, с аллакрити, что там не придумает Инвокер, смотря сейчас, какую прокачку он пройдет. К слову, какая бы прокачка у него ни была, все будет смотреться вполне себе хорошо. И в Рейскинг берется. На Керри позицию. Вот, на самом деле, проблема танка в нем решается. Да, я действительно забыла о существовании такого персонажа, он силач, прирост силы у него достаточно большой, и плюс у него есть ультимейт, который позволяет ему жить в два раза дольше, а то есть он и есть, этот самый недостающий танк. Но этот герой не может драться в куполе, значит, его задача будет инициаторской, и добивать за Вайдом все то, что он не успел добить, за Вайдом и Снайпером. Игра начинается, это противостояние, напоминаю, это полуфинал фасткапа номер 17407. И команды. Пока что потихоньку собираются. Вот, наконец-то, у меня игра тоже отлагала. Все не так плохо. Нига будет играть на Face of V.I.D. Paradise на ВК, Алеша из 4-го Б-класса будет Ораклом, Good of Life на Огармаги и As Soon As Possible бамп 1 будет снайпером. Скорее всего, будем называть его просто бампом, потому что это очень долго и трудно выговорим. XL принимает сторону Сил Света, Шу будет играть на Дазли, RNSNS пойдет на мид на инвокере, Лулу будет все-таки стоять Херлен на Саладаре, значит, это действительно будет соло-оффлейн. И Ластиллер будет играть. Ластиллер будет играть игрок, пока девочки режут руки. Действительно, какой-то был другой ник у этого персонажа, но, черт возьми, не могу его вспомнить. Вот такое вот пока противостояние нарисовывается. Действительно, очень интересно пока что получается. Идея достаточно интересная, необычная у команды. 666, ну не то чтобы необычная, а последние месяцы она, думаю, в доты не заходила. И это какая-то свежая струя бы стратегии нынешней доты. Вот, возвращается в игру, скорее всего, пауза будет в скором времени отжиматься. И на карте пока что рисуют. Ну, действительно, может зажирноваться, покажаться снайперу здесь Ластиллер и Саладар. Поэтому остается надеяться, что наберет достаточно быстро свои предметы этот снайпер. И проблем у него не будет. Да и, к слову, Войт тоже жадный до предметов. Стоять против Гули и таких саппортов, как Даззл с Ядом и Винга со Станом, стоять очень неприятно. Боюсь, что Войт там будет погибать, если не будет под Сейвы. Хотя, возможно, свапнутся Лайндом и Командой. Но нет, они этого не сделали. Отправиться на бот Трипла. Это будет Аракул, Снайпер и Прескинг. Стоп, подождите, Снайпер. Возможно, он подошел просто к руне. Да, думаю, он отправится на мид и решил постоять по кроватиру, но пренебрегу. Топ руны, и, возможно, она достанется здесь Войду. Войду тоже фарм нужно, действительно. Мидер в этом, вот именно в этой ситуации, мидер свое еще наберет на лайне. А вот Войду придется не сладко. Ну, к слову, тут тоже не торопится занять позицию. Он как-то следит за командой противников, смотрит, что они делают. До руны осталось 16 секунд, и файтов здесь не предусматривается. РНС заберет свою руну положенной, и Гуля заберет вторую руну. Да, действительно, Нига забирает свою последнюю. Преимущество себе забирает, и оно ему жизненно необходимо. Каждый крип на его счету будет просто спасением для этого персонажа. Шу стоит недалеко от варда, который только что... Нет, это не он поставил, это его противник поставил. Лама поставила его в противоположном направлении, вот так вот обставились. Саппорты помогают своим мидерам, как могут. Второй вард поставили силы света на подходах к сейвлайну. Хотя не думаю, что это та самая дабла, которая требует еще дополнительного предупреждения. Они сами... Их обидеть трудно, они сами кого угодно обидят. И пока что все благополучно. Видим то, что Алеша денег на танго не пожалел. Запулил он мидера, будет хилить своего керри. Хотя ВК тоже затарился хилом под завязку. Плюс у него еще пассивка будет. Возможно, он не хочет ее качать в самом начале, поэтому хила достаточно. Год оф лайф помогает стопить крипов своему мидеру. И противостояние начинается. Шу сразу же планирует заходить на хг противника. Год оф лайф его прогоняет. Соответственно, по варду, видимо, он видел то, что Дазл подходит. Закидывает сразу же горелку в РНСНС. Должны были они понять, что вард на хг стоит. И его нужно перебить, и это может обернуться боком. Бамп может стрелять под хг, если там есть вижн. А вот наверху Нига, на самом деле, действует себя очень нагло. Видимо, он думает улететь. Да, он улетел, и тем самым снял с себя нанесенный дэмэдж за последние секунды. А именно 2 секунды. Хотя он выждал гораздо больше, поэтому все-таки четко пострадал. Но действует он, видим, крайне нагло. Сейчас у него 10 секунд до блинка осталось, он все равно зашел достаточно далеко. Эксель может дать сдачу в любой момент. Видимо, что он до блани крепл, а с Шу они бы его забирали мгновенно. Но Шу занят защитой своего мидера. Действительно, от снайпера с агром можно неплохо отхватить, хоть снайпер и тачкует. Не особо сильно он качал микростаны, микробаши, микрозамедления. Не знаю, как теперь это можно назвать, просто не закививаются эти микростаны. И это может замедлить противника и не дать ему уйти достаточно вовремя. А лишняя потеря на секунду может обернуться потерей жизни. Нига на самом деле крипов не бьет, он развлекает противников, но опыт он получает вполне себе достойно. У него уже второй левел, он не отстает, по крайней мере, от Гули. И Гуля пока что топ по крипам. Отвлекается слишком много снайпера, а может у него дэмэджа не хватает, поэтому... Ингокер обгоняет его по крипам, хотя нет, они сейчас идут достаточно в ногу. Деняет больше РНСНС, но он отступает назад, чтобы встретить курьера, и на этом потеряет то еще парочку крипов. Шу обходит Бамбу. Хочет встретиться с кем-нибудь в лесу Хардлайне, Год оф Лайф, его здесь встречают, но они расходятся. Нига проседает по ХП, вот у него тоже на самом деле танка очень много, будет отъедаться, но... Это очень медленный, конечно, хил. И в какой-то момент ему придется отойти от крипов, отойти от дела. Винга вполне себе спокойно, может не подпускать его к крипам, делать отводы и тачковать его при любой попытке приблизиться. По Тауру ты все-таки не залезешь, крипы переагрятся, или получишь орехов от Тауру. Тачкует его, и Винга как может. Шу подбегает, дается стан от Экселя, и я думала смазывать Дазл, но Нига не чувствует особых каких-то неприятностей, и он отлетел, и от него тут же отстали. Вардами обставлены на все, в самогах внезапно не подойдут. Между тем на нижней линии все гораздо спокойнее. Стоять здесь Оракл, не думаю, что он считает себя очень нужным, но отгоняет, скорее всего, селедку. Селедку всего лишь второй левый, время-то прошло уже достаточно. ВК уже практически четвертый, поэтому разница ощутимая. Снова Громак приходит к РНС-НС, будет его поджигать, когда гонит. Да, он его догоняет, дается шапнель от снайпера, хочет еще дать гудлайф стан, но его полснепом устанавливают. Еще пара тычек, и РНС-НС погибнет. Но Эксель прибегает на защиту, и Бамб здесь может погибнуть, и Эксель забирает Бамбу. Вот так вот еще погиб Инвокер также. Он догорел все же, скорее всего, от Огромага, но Огромаг тоже погиб. Эксель здесь как-то попытался выровнять ситуацию, поэтому минус 2 от команды дженеришенов Мерико. Вот таким вот файтом на миде открывается счет. И, конечно, преимущество больше по опыту досталось. И по голде команде сил тьмы. Все-таки пережил как-то Эксель оба файта, поэтому впитал в себя достаточное количество опыта. Нига уже потратил весь свой килл. При этом бегает на ло-хп, и очень опасно бегать, что его сейчас смажут ядом, будет наточковывать. У Нига достаточно много спурман-шилдом здесь брони. Погиб Эксель от Алеши. В каком месте, пока что я не могу сказать. Да, заработал все сам немного голды. Нига подходит к шрайну. И снайпер у Макси тебе шахтный. Да, это действительно достойный выбор. Это какой-никакой магический дэмэдж поверх того, что у него есть сверху. Да еще и замедление для РНСНС. И так убивать его будет гораздо легче вместе с саппортами. Причем, только вспомнили о саппортах, как оба они приблизились. К миду здесь уже упали ворды. Разбили их, видим. Противники, поэтому РНСНС ничего не подозревает. Остается вам подождать пока. Ага, Эксель палит всю контору. Кулснэп дает в погоду флайку. Его же броню снимает Эксель. Как бы здесь не умереть, РНСНС уходит. Он на очень локом плесле, где-то сзади Хелисат в глазке. Бам, погибает. Лулу тоже прилетел на подсейф и в итоге умер. И Гудуфлайв и Оракл позорно остались живы. Как позорно? Стыдно погибнуть, когда твой... Стыдно остаться живым, когда твой кор погиб. Остается повесить на них вину за неспасенные жизни. Хотя, как они могли это сделать? Ультимейтов у Оракла нет. У Гудуфлайв вообще Север из себя такой себе. Еще один вард здесь поставлен был силами восьми. Но прямо неудачно... Ага, смотря здесь как раз упало. Тогда все-таки удачно. Не успели, скорее всего, заметить эта команда. Сил света. И Хэндук Мидас забрал уже в райским. Пятая минута, шестая. Достаточно достойный тайминг. Фарм пойдет у него явно в гору. Не собирается отвлекаться от фарма в ближайшее время. А зря. Команда получается боевая. Хотя снайпер без предметов ничего особого носить в куполе не может. До купола войду. Еще дожить надо с его противостоянием. В бамб вылетает минус армор, стан и колл снэп. И еще одна тычка. И бамб погибнет. Пытался он откинется шапнелью. Но его задержка, заминка стоила ему жизни. Наверху. Там как-то переминались. Свой дом у его оппонента. Но войд остался жив. И, кстати, тут немного подстанили. Но это ничем не кончилось. Опять же тут Нига. Очень далеко залезает. Дается по нему яд. Замедление, скорее всего, еще будет от керри команды силы тьмы. Но Нига отлетает чуть-чуть назад. И предследовать его не стали. Что сказать? Рискинг пока что в параметре. Фарм у него идет в гору. Он топовый. Кривстат имеет на карте. И достаточно чуть-чуть совсем. Отстает от него Лайстиллер. И тот на пути к своему орлету. Да, орлета ему достаточно далеко. Ну что сказать-то. Чувствует себя, видимо, снайпер все-таки повереннее на лане. Хотя вначале инвекер обгонял. Теперь ему слишком часто мешают вражеские саппорты, чтобы он мог спокойно фармить. Стараюсь ему как-то держаться сзади. Но сейчас он явно подставился. Good of Life дает по нему стан. Еще стан же от Алеши. Excel свапает своего мидера, спасая его тем самым. Good of Life здесь, скорее всего, выживает. Слишком толстый, чтобы его могли убить. Но Лулу очень сильно проседает по хп. Слишком много стаков шапнули в одном месте. И Лулу отдает свою жизнь. Excel тоже проседает. Но зацепить его особо-то и нечем. Сан здесь дает Good of Life. И Шу, скорее всего, повесит, если что, крест. Но не успел. Алеша на троечку уже вкачал. Смотрите скилл. И это мгновенно забрало Вингу. Шу тут тоже горит. Скорее всего, на себя хотя бы крест он повесит. Но нет, горелка недолгая. Горелка, скорее всего, на единичку вкачанная. Поэтому дэмиджа залетает совсем чуть-чуть. Команда сил света. Ну что, они хотели ганг. Они получили ганг. Мидеры-то спасли. Мидеры пытались спасти. На этом была ставка. Но пожертвовали своими жизнями. Уже не так. С точки зрения чести. С точки зрения чести это выглядит зазорно. Но все равно отдаваться вещь не самая полезная. Мне интересно, как здесь графики на этом моменте меняются. Пока что преимущество на стороне сил света. И по голде, и по золоту. Но до этого файта оно было практически нулевым. Возможно, дальше будет продолжаться подобное качели. Нига получает свой левел. Качал он уже хроносферу. А не сильно проседает по левелу. Винга, хотя уже шестая. Залез там в крипа. Лайстильерг погулял и вылез. И идет прямо вперед. Вайда отгоняет как может. Когда у него лапки достигаются. Он дает по нему тычку. А... Снайпер уже стоит далеко сзади. Собрал он себе фейсбуцы. И будет дальше забираться сугубо в дэмэдж. Винга обнинивается любезностями с Огрмагом. Огрмаг дает здесь стан и горел. Винга очень сильно теряет хп. И Алеша добивает ее. Точнее, последняя тычка все-таки была за снайпером. Но Алеша у него большое количество дэмэджа. Опять же, своим скиллом. Именно стану. ВК потихонечку фармит свои лайны ближайшей земли. Фармит все, что видит. И поэтому по крипам его разрыв с лайфхилером как-то увеличивается. Да, он обгоняет на 900 голды вражеского керри. Преимущество суровое. И оно может плохо кончиться для лайфстилера. Но думаю, он вскоре выйдет убивать. А пока что в лесах там посидит парадайз. Он не будет далеко лезть. Будет заниматься своими сардными делами. К слову, его никто не трогает. Никто ни разу не пытался на него напасть. Но теперь же напасть не так просто. Все-таки 10-й левел, скоро 11-й. И будет меньше хд реинкарнации. Дает по ВК Лулу дизармор. Но ни горяча не холодно от этого парадайза. Он добивает крипа и уходит опять заниматься своими царскими делами. Нига. Шу. Я говорю, туда-сюда. Хотел Нига здесь забрать. Богастонного, к слову, и забрал. И пошел обратно терпеть. Но, видимо, на помощь бегут саппорты. Гуд оф лайф. И митер бежит. Снайпер, помогай. Нига. И, возможно, это будет первый файт через хроносферу. Правда, улетают все трое внизу, внизу ВК оцепляют. Попытались его убить, но это не обернулось успехом. Даже ульту с него не сняли. И замансовал здесь Сларк. Но он подстрелил. Его зацепили уголочком просто хроносферы. Тычкует его Нига. И стреляет из лекабампа. И вчетвером его спокойно забрали. А Венга успел отойти. Могла она там свапнуть, но какая разница, кто бы из них погиб. И Алеша погибает от лайстилера. Подставился он там каким-то образом. Остался один, когда вся его команда успела убежать. Он, видимо, как-то заслупочил этот момент и остался в том месте. И погиб Курьеру Сил Света. Но там не было ничего полезного. Ноль голды стоило. Груз. Правда, я с теперь одного не оставляю. Все ждут они файта. Да, хроносфера была проюзана. Но ВК остался ультимейт. Значит, разменять его еще можно. На РНСНС набадает бамп. Дэмэджа мы видим у него уже достаточно. Такие пыльки его доносят достаточно дэмэджа. Прожимает ультимейт здесь бамп и добивает РНСНС. Вот так вот. Инвиз его не спас. XL бы здесь тоже ничем не помог. Ничем бы этот ультимейт не сбился с его помощью. Вот так вот наращивается преимущество со стороны Сил Света. Хотя, хотя, видим, силы тьмы не отстают. Уже сократилось преимущество в два раза. Это стало тысяча по ценности и две тысячи по опыту. Не такое большое преимущество, но на 12 минуте все-таки ощутимо. ВК продолжает фармить снова. Ему попытались один раз помешать и больше к нему не подходят. Силы Света задана или свой Тауэр наверху. И Generation of Miracles собирается в ответ забирать. Здесь же Тауэр. Оракла разведывает ситуацию. Видит. Там Ластивера. Гуляет около него. И Ластивер тоже увидел Оракла. И поэтому отступает. Все-таки страшно. Ему видит, что там рядом стоят еще герои. И поставился в арт на подходе. Залезает в Крипайл гуля. И отступает вместе с Крипом. Вот так вот разлучила Дуки Тавров. Наверху только Огр и Маг. Оракул. Войд и Бам. Исключительно герои Сил Света. Тьма опроса отдает этот Тавр. Они взамен пытаются разменяться внизу. Мы увидим то, что здесь Тавр уже снесен. И в любом случае преимущественно будет дефать свою Т1 вышку. Команда 666. Забирают они этот Т1 Тавр. И не смешит почему-то дефаться команда Сил Света. Хотя нет. Тут делается массовое ТП. Половины ХП у Тавра нет. Но забирают его достаточно медленно. Некому особо наносить дэмэш. Дается стамп по Даззлу. Даззл здесь очень сильно терпит. Дает по себе крест. И поэтому он не забирает. Делает он ТП-аут. Сбил себе сам все ТП. И убежать у него нет шанса. Последним критом добивает продать здесь Шу. Вот так вот с одной небольшой потерей. Саппорта потерять не так страшно. Отходит команда назад. Ну неприятно конечно. Тавр они не снесли. У себя Тавр потеряли. И еще и потеряли саппорт. Силу Света пушит Тавр внизу. Забирает еще один Т1 Тавр. Остается один только на миде. Нападает еще и на Вингу. Винга здесь огребает очень сильно. И продать хотел ее было добить. Но Даззл успел повесить крест. Но все равно этого креста не хватит. Она не успевает отойти. Добивает последней тычки Огар Макриев. Сбивает с Ультимейс в Рейс Кинга. Дальше сзади Даззла пытается спануть. Но на самом деле у Даззла уже не было креста. И он свою роль отыграл. Также умирает Оракул у команды 666. И второй раз погибает ВК. Не в пользу явно. Силу Света вышел этот размен. Два саппорта явно не ссорили Мэнкерри. Который с таким трудом набивал себе вот это вот преимущество. Теперь он его потихоньку будет терять. 700 опыта он здесь заработал. Прошу прощения. Здесь 700 опыта заработала команда 666. И в два раза больше заработала. Даже можно сказать в три. В два с половиной. Команда Дженерировщина в Мирку. Вот так вот потихоньку окупается преимущество. Как это будет выглядеть на графиках. Мы сейчас посмотрим. Вот уже 2000 по ценности преимущества на стороне команды 666. И там же находится голопыт. Нига пытался резать Вастилера. Но в итоге чуть не погиб от Бамба. Бамба Нига пытается добить. Гудлайв дает здесь стан. И совместными силами четверо из команды 666 забирают этого керри. Видимо собирается Тима идти здесь на Т2 вышку. Но останавливать их особо нечем. Перебывают ворды. С Сентрея видимо. Помимо Сентрея у них особо ничего нет. Хотя нет. Вот Апса есть у Оракла. Апса ставится чуть-чуть подальше. Да, чтобы видеть подходы к команде. Но команда не собирается мешать. Они даже разминиваться как-то особо не могут. Потому что далеко все крипы от остальных вышек. И на топе. Как-то конечно подгонит криповшую к Таверу. Но это будет все. Конечно же вернуться. Противники обратно как только это увидят. Да, и уже Бамб прилетел. И продолжает фармить. У него уже есть Майл Шторм. Будет делать в себе Ланс. Чтобы стрелять еще дальше. Ну да, Майл Шторм на самом деле. Очень дешевое и сердитое решение. Лулу цепляет Нигу. Нигу разбирает буквально за секунду. Гудлайф тоже страдает. Откинулся сам на Лулу. Но это его не спасло. Это минус 2 на ровном месте сделали. Generation of Miracle. И отвоевывает преимущество. Законное свое преимущество. Тысячи здесь они выиграли золото. И полторы тысячи голды. Вот так вот как-то движутся графики. Не линейно. То резко вверх, то резко вниз. И как-то здесь они подопустились. Хотя думаю они опустятся дальше еще ниже. Потому что выиграли они тысячу голды. Здесь где-то 200 максимум показано. А вот по опыту стремится к нулю этот график. Generation of Miracle забрали свой злочастный Тауэр. И возможно на этом не остановится. Они здесь собрались вместе. Поэтому отступать как-то глупо. Но тем временем Рошана забирает силу света. С одной стороны хорошо. Пока заняты. Могут забрать вышку другую. Generation of Miracle. Им больше здесь ничего не остается. Но с другой стороны отдавать Рошана тоже плохо. Но помешать они ничем не могут. Чувствуют они себя здесь явно слабее. А купол может серьезно им помешать. Закрывает ластилера. И даже если его внутри не убивают. Убивают его команду вокруг. И поэтому в любом случае все обрисовывается неприятно. Нужно как-то переживать купол. Эксель конечно может свапнуть оттуда корт персонажа. И на самом деле. Здесь он с темой заходит против Вайда. Но. Опять же нужно чтобы правильно сложились обстоятельства. Чтобы к этому моменту был свап. Чтобы к этому моменту был. Ну была возможность по сейву. Сделал там тп аут какой-то персонаж. Не могу даже сказать кто по-моему тушу был. Силы света сюда резко перетянулись. Я даже. Попросила момент кто из них взял Аегис. Сейчас мы это узнаем. Аегис у нас остался. Я просто его найти не могу. Кто-то положил его в стэш. Поэтому мы будем смотреть стэш. Да. У ВВК он у него. Странно. Почему этого не было видно здесь? Да. Здесь как-то не видно то что у него есть. Видимо это какое-то отставание. И поменял он здесь местами топорик. Свой Аегис. И продолжает фармить. Вот так вот. Какой-то немного еврей. Не в том смысле. В каком принято их видеть. То есть у него есть. Аегис у него есть ультимейт. Но он жадничает отдать эти жизни. Он продолжает фармить. Команда пытается как-то пересобраться. Хотя вот есть прекрасная Т1 вышка на миде. Ее можно собрать. Осталось у нее совсем мало хп. Можно сразу же пойти на Т2. Дженерейшн в Миркул как-то с этим. Не пытаются. Бороться. Просто забрали у них один Тауэр. Без боя также кажется отдадут следующий Тауэр. Слетаться никто не собирает потихонечку. Валерно конечно. Идут к нему. Но это скорее из чувства долга. Чем из-за ощущения необходимости доходить от Тауэра. Отпрыгивает назад. Войт у него теперь. Блинк на самом деле маленькая КД. Я ожидал что больше. Думал что у него будет возможности запрыгнуть в файт. Торгуется он ВК. Но ему можно. У него три жизни. Лулу прыгает. Дает сан. Но никого не цепляет. Ставит купол в пустую. Нига не цепляет он Лулу. Лулу свапает Эксель. Эксель будет здесь погибать. Но он свою роль выполнил. Он спас Хардлайнер. Хардлайнер жизнь тоже ценная. Погибает еще и Дазл. Неудачный для команды. Дженерейшн в Миркул. Ставится на ХГ вард от Огрмага. И здесь так и не потерял ни одной жизни ВК. Поэтому собираюсь идти на ХГ. Действительно три жизни многого стоит. Тем более что 2200 хп есть у ВК. Нападая здесь на команду силы тьмы. Снесли с прокаста. Все таки Лулу. Не прожил он долгую счастливую жизнь. Вешается на ВК ультимейт Оракула. Но нуждается ли он в этом подсервисе своими жизнями. Отхиливается еще неплохо Фрадайз. Избивая власти, но тем не менее погибает и Реслица. Выкупается Слордар. Пять героев против четверых из команды. 666. Им приходится отступить. Адефали они сухой граунд. Достойный Адефаль. Да, не без потерь. Потеряли героев. Но ни одна вышка не погибла. Прожимаются смоки. Видимо они хотят догонять противников. Селедка видит их. Прыгает вперед. Пыталась кого-то зацепить. Но в итоге погибает. С совместными усилиями противников. Дается стан в Бамбо. Также прокаст. Санстрайк очень больно по нему зашел. Последняя тычка осталась, чтобы его добить. В итоге Бамбо свапают неудачно очень. И все равно он погибает. Погиб также в Гудуфлайф. И зарезали Алешу. Остается с двумя жизнями в Рейс Кинг. Нет, уже с одной. Он уже погиб. Реснулся снова. И минус 4 от команды Generation of Miracle. Действительно не зря они побежали со своими противниками. Да, не испугались они смерть своего хардлайнера. Еще и прибежал сюда слиться. Фейс Свойд. Сделал он блинк, но неудачно. Не смог он пересечь ХГ. Застрял в деревьях. И в итоге его тоже забрали. Минус 5 от команды Generation of Miracle. Возвращают они свой постамент, скажем так. У них сейчас своего рода винстрик. Вчера они фаскап выиграли. И теперь покоряет вот этот новый заслод квалификации в Рассиере. И действительно, им чертовски везет. А возможно, дело в силе коллектива. Тем не менее, адефались хорошо. Ребята и защитили не просто свой лайн, а еще и свою честь. Они отлично дали сдачу. Мне интересно, как это выглядит на графиках. Они просто в ноль ушли по ценности. И большое преимущество на Generation of Miracle по опыту. А вот так вот игры переворачиваются. Теперь уже, на самом деле, несмотря на преимущество по опыту, можно сказать, что в ноль вышли команды. И удача помогает каждой из них выиграть. Выиграть в каждом файте, но исход игры решит, конечно, их как-то скил. На самом деле, обстоятельства. Это все зависит от того, как поставится купол. Как встанет относительно этого купола снайпер. Куда в этот момент попадет в рискин. Какая позиционка при этом будет у команды Generation of Miracle. И все это очень важно. И такие вот микромоменты, они решают исход файта. А не преимущество оппонентов. Нига отдает свой второй скилл по Шу. Шу как-то это переживет. Пережил уже. И готов играть дальше. Обставились вардами во вражеском лесу Generation of Miracle. И продайс фармит. У него есть фармлет. У него... Да больше ничего и нет. 23 минута, на самом деле. С блинком и армлетом. Ну, хороший фарм. Но, с учетом того, что у него еще есть Симидас. Видимо, в последнее время он увлекся файтом. Забыл про фарм. И немного подостал. Хотя, возможно, у него в курьере что-то лежит. Нет, в курьере его вещей нету. А вот Силы Тьмы как могут пушить тавер внизу. Хотя они уже его отпушили. Зажимает потихоньку и своих противников на хайграунде. Осталось еще два Т2 тавера. И есть куда разгуляться. Гида Рошана. Осталось несколько минут. Сардар тоже за блинком. Этот блинк, маска для него вещь. Еще бы немного на выживаемость. Видимо, здесь он делает форстаф. Хотя, я думала, это будет что-то типа лотуса. Наверху фармит Гуля. У него точно так же есть армлет. У него есть башер. И будет собирать ребра. Да, ему они действительно не хватают. С учетом того, что в команде есть снайпер, который стреляет издалека. И криты серьезные. Брейт Гинга. Но то ли дело. Потому что все-таки молнии, они тоже больно наваливают. Огрмак с оракулом тоже больно дает сдачи. Есть, конечно, рейс 6-секундный. Но мы видим, что его явно не хватает. Но, впрочем, хп, жир и броня, они никогда лишними не бывают. Особенно вот в такой вот ситуации, когда игра будет уходить в лейт. Нашел агрмак здесь фарды, но не может их перебить. У него дубинка коротенькая, не дотягивается до хайграунда. Пытается ему помочь. С такими же короткими лапками войд и вк. Но своим аэрон талону войд вполне себе успешно забирает эти варды. Вот так вот удачно и здесь варды нашел в год оф лайф. Пытался защитно забардить свой варды, а лез и в итоге раздевардил все нычки своих противников. Команда Generation of Miracles ударилась в фарм. Они одержали хорошую победу, но теперь стараются упущенное как-то наверстать. Но видим, что по опыту из-за этого фарма вглубь уходит разница по опыту. Но вглубь, в сторону, уже не речь, но в Miracle. И как-то ровненько двигается ценность. 2000 это, конечно, не так уж и критично на 25-й минуте. Винга собирает себе форстав. У нее он уже есть. И на пути госсептру. Тоже хорошее подспорье. Трогать ее будет явно меньше, потому что в прошлых файтах ее буквально расстреливал снайпер. Нашел Рошан на ВК. Забирается бить этого Рошана. Команда подтягивается к нему. Нига с парадайсом избивает его, но дэмэджа как-то немного не хватает. Нужен еще немного дезармора, а дезармора в команде Тей нет. Я думала, какие-то медальки здесь будут, но медалей не последовало. Оракуа Преневрек собрал линзу. А Угар Мак, видимо, тоже курсав хочет. Когда он на пути, осталась последняя деталь. И, кстати, совсем чуть-чуть голды. Буквально 50 одного крипа забрать, и форс будет. Дает он. Блуд, ласта, фейсов, войду. И, скорее всего, вскоре они будут идти дальше. В этот раз замечаю о том, что не парадайс забрала Егис, а его забрал снайпер. Действительно, ему он нужнее. Все-таки герой тонкий. Шу здесь видели, но забрать его не успели. Буддафлайф рожал достаточно слишком далеко. Зацепил экселя там Нига своим тиммейтом. Избивает, но все равно не смог забрать. Кулу погибает, но из него выпрыгнет Гуля. Гуля бьет Нигу, и очень большие куски отрываются от Вайда. Но помогают союзники. Там хорошо дает Алеша стан. Гуля уходит как может, но на самом деле... Вот хорошо играет Армлиетом, поэтому за счет этого еще живет. Но продайс дает последний крит и забирает власть Тиллера. Эксель делает ТП-аут. Успел. Успел сделать ТП-аут. Алеша из 4-го Б-класса хилится в лесах. Боялся, что его кто-то заберет, но всем до него уже дела нет. Минус 2. Файт прошел удачно для команды 666. А Егисы, по-моему, они не потеряли. И поэтому идут наступать. Впрочем, снайпер сейчас, возможно, не будет отходить так далеко, как мог бы, чтобы хоть какое-то количество дыма живт наковать. Хотя держится позади. Видимо, на форс-мажор ему дали этот Айис. Откидывается здесь КМП и Торнадо. Инвокер Дэфайт Лэн как может. У него, ксу, есть уже агонимы ветра для этого прокаста. Выпрыгивает Лулу с Ластилером. Забрали Оракула, который стоял сзади. Очень неприятно здесь пришлось его гормагу. Дэфайт, опять же, вполне себе удачно. Команда Generation of Miracle потеряла одну из своих жизней ВК. И Войт пытается как-то помочь, но прыгает туда-сюда. В итоге большие куски отрываются от Даззла. Он Даззл сам себя спасает крестом. И это было не Даззл, это была Венга. Спасает ее крестом, и она форс-сапается. На Прадайса нападает. Очень неудачно поставился. На него нападает Ластилер. Отгрызает от него часть за частью. Тут под замедлением. И Прадайс бывает второй раз. Где-то там недалеко стоял снайпер. Делает апаут, но башер не сработал. Войта видит инвокер. И просто сбегает. У Войта видим, к слову, блинк. У него, помимо его собственного блинка, есть еще и предмет. Прилетает сюда же. Винга пыталась как-то дать стан, но не успела. Три секунды у нее до слаба, как бы ей здесь не огрысти. Да, очень больно ей пришлось. И на самом деле, с двух блинков как-то мог добить ее. Войт и пойти, но не стал рисковать своей жизнью. Находит здесь Огармага. Даззл дает по нему стан Лулу. Также еще прокастает инвокера в виде санстрайка. И Гуд оф Лайф выходит на очень low хп, но хилит садшрайна. Выгрызается в Огармага Ластилер, но все равно ультимейт Оракла его спасает. Также добивается с мультикаста Винга. Лулу дает стан в Огармагу. Огармаг погибает из-за того, что вылез Ластилер из своего лула. Товарища, но его зацепляют вновь появившийся купол. В итоге очень много хпн здесь теряет. Стан еще по нему летит от Оракула. Но Лулу попытается как-то спасти. Не хватило все-таки демеджа. Точнее, наоборот, хватило демеджа у команды Силсвета. И Алеша с прокаста забирает уражеского керри. Теперь уже неудачно получилось побаковать. 800 колды выигрываю себе обратно. Команды Силсвета. Мы видим 2000 преимущества по ценности. До сих пор, вот как это поскакал график. И вернулся на место на свои законные 2000. И в ноль уходит уже по опыту. Тоже 2000 преимущества, но он на другой стороне. Тем не менее, Аегис потерян. Или не потерян? Не помню, что снарь первой. Да, он все-таки умер один раз. Аегис потерян. Сторона Дефона. Герои возвращаются. Фарм тоже как-то вещь вполне себе восполнимая. Опыт тоже со временем вернется. А вот ТВРА, разрушенный обратно, уже не вернутся. Поэтому Адефон и Тавр это большое преимущество на стороне дженерейшн в мире. РНС-НС тайком забрал Тавр внизу у команды Силсвета. Немного огреб от Нига с Год оф Лайф, но тем не менее выжил. Шу забрал как-то Алеша из четвертого класса. И забрали на миде вышку. Тем временем команда 666. Как-то без... Несмотря на то, что у них не было двух персонажей. Несмотря на то, что Инволкер их развлекал. Видимо Инволкер существенно вносил в Деф команды. Вот он прилетел и в Парадайса очень больно влетел прокаст. Он остался совсем без маны. Его как-то... Сосиков он немного похилился. Но все равно стоит немного восполнить свой хил. Свои ХП прежде чем возвращаться. Заметил Ластивер здесь полумертвого ВК. И этого ВК забрали. Бамп тоже очень неудобно поставился. Он погиб. Чуть не погиб. Его спас ультимейт на свой Моракул. Очень налог ХП его подхиливать. Пытается как-то свой саппорт. Но все равно погибает. Призайса слишком много дэмэджа было внесено. Также там забрали и Огрмага. И погиб все-таки ВК. Да, как его не дефали. Как не пытались его помочь ему форстафами и прочими прелестными жизнями. Он все равно погиб. И снова удачно отдефалась команда Сил Тьмы. Теперь они уже Тавар потеряли. Половину Регенического Себарака. Да, Регенический Себарак все равно вернет свое былое могущество. Но это был размен равный, потому что точно так же потеряли одну вышку и команда 666. Тем временем они стоят на месте Generation of Miracle. Они идут на Тавар на миде. Действительно, еще долго будут сидеть в таверне ВК. Снайпер тоже рестница. Через какое-то время. Но хотя бы Т2 Тавар они успеют забрать. Не думая, что они пойдут на ХГ. А достаточно рискованное их положение. Еще и Крипы забираются под вышку. Забираются в инвокера. Гуля, чтобы прокатиться в нем бесплатно. А Крипам. И пошел. Гуля, вылез и пошел фармить. Ребра у него уже есть. В дальносрочных планах у него Абисал. Действительно, не хватает немного контроля в команде. Хотя есть здесь Винга, есть здесь Лулу. Но все-таки цеплять противников. И лишний раз не помешает. Хороший выбор здесь для него. Почти что-то вот. Шесть лотов набрал своей Гуля. Остался ему поменять тапок и дособрать. Ага, у него уже, видимо, есть Супербашер. Или он отменил вот эту идею. Да, видимо, он все-таки передумал и решил собирать Диффуза. Диффуза это... Видимо, чтобы снимать второй спелл. Войда, которую тот может неприятно дать и лишить его обстроенного БКБ. Шу очень храбро, конечно, внизу бьет этих крипов. Но как бы ему здесь с ним подставиться. Но команда Сил Света в этот раз находится с другой, с абсолютно стороны. Делаем нет до этого. Они, видимо, Рошана ждут. Или зашли на него. Пошли все команды, думали, что он резнулся. А до него еще полминутки. Только до определения времени, сколько до него осталось. И крапли останавливаются, кого-то ждут. Эксель в планах. У него ветра для пущей скорости, скорее всего. Инвокер тоже неплохо так собирается. Под свой прокаст он взял Скиптор Дивинити и Аганим. Действительно, скиллы он кидает достаточно бодро. Поэтому этот предмет ему необходим. Селедка почти собрала свою линзу. Осталось 900 голды. Вот я думаю, для чего. Это, скорее всего, было сделано для того, чтобы увеличить речь блинка. Огрымак обзовется только одним стафом. Точно так же стаф есть и у Оракла. Оракла, к тому же сверху еще и линза. Нига ходит с дифузами, увеличивает себе количество ловкости. И, видимо, хочет снимать с противников дополнительный армор от Даззл. С пикой с ухода снайпер. И собрал себе госсефтер, понимая, что очень больно ему приходится от гули. В планах у него еще манта Стайл. Это придаст ему немного жирности и живучести. Не получилось у него особого домочного потенциала. Хотя, возможно, он его изначально не планировал. Видит здесь Снигу. Дженерация Наб Меркл. Цепляет его втроем. Дается ИНП. У него нет маны, чтобы здесь улететь на своем таймволке. И забирает его в считанные секунды. Выкупается Войт и хочет возвращаться справедливость. Команда Силсвета перетягивается. Вниз понимает, что грозит беда их Тавару. Но точно так же на топ перетягивается и команда Дженерация Наб Меркл. Поэтому они и так и не столкнулись. Зря выкупился здесь Войт. Но, возможно, так бы и шли бы дальше. Силы Света пока Войт не выкупится. Инвокер уже обзавелся Актеринкором. Богатый инвокер, можно сказать. В топе он находится, причем, по Нетворсу. И на 3000 обгоняет вражеского керрия. И своего аж на... Даже на 1000, можно сказать. Обгоняет он на вражеского керрия. И на 3000 обгоняет своего. Здравствуйте, я дружу с математикой. Гуля, между прочим. Большей частью диффузов обзавелся уже. Но, видимо, не спешит их покупать и вставлять на байбэк. Байбэк здесь вещь нужная, как мы видим. И которая достаточно безрассудна. Господи, безрассудно потратил Войт. Не погибли, такие критики 1200 залетают от Парадайса. Опасно кому-то оказываться под его мечом. Блиндаггер. Блиндаггер достаточно сильно помогал Войду. Он может летать в замец блинка, а улетать из него с таймволка. Потому что живучестью этот персонаж именно в этой карте не отличается. И каждая секунда жизни это помощь команде. Потому что вы можете еще отлететь и дать второй скилл именно в нужное команде время. Возвращается Сила Света на свой Металл, чтобы задефать крипов. И зажимает их. Адзинейшн и Меркл потихоньку. Видимо, еще внизу крипа подходит Ренессанс. Летает по лайнам. У него есть тревелла, поэтому он может себе это позволить. Шуа обставляет вардами тем временем Олес своих противников. И, видимо, тоже линзу себе копит. Не зря у него этот эннджебустер валяется. Да, линза все-таки для даза предмет вполне подходящий. Чем дальше он будет стоять давая крест, тем меньше шансов, что он как-то подставится. Посидел Гуля в Слазаре и понял, что ничего хорошего из этого не выходит. И вылез фармить. Собирается дипотопы забирать начатую сторону команды Generation of Miracle. А вот Силы Света пока что отступили. Они не видят своих противников или собираются пойти на перехват. К слову, Рошан-то уже веснувшийся и собирать его никто не хочет. Нет, я думала, что пойдут все-таки по этой стороне команды Силы Тьмы, но они не решились. Возможно, это и к лучшему. Думаю, прежде чем что-то начнется, кто-нибудь заберет Рошана. Вот ВК уже его нашел. Уже дает ему плюшки со своими критами в 1200 хп. И Рошан уже свернет. Свернет, скорее всего, достанется Бамбу, а вот Айгиз заберет Продайс. Или наоборот. Заметели это Generation of Miracle не собирают вставлять ситуацию. Просто так Шу очень больно получается. Утимейты не успевают с купола и не успевают что-то с этим сделать. Не успевают на себя пойти крест. Погибает здесь уже Влодь, погибает Оракул и погибает Огрмак. Выкупается Винга и возвращается Файт. Точно так же погиб Лулу и Асаб Бамб. Но все-таки это минус 4 и Файт прошел в пользу команда Generation of Miracle. Они будут забирать этого Рошана, потому что корпы-персонажи, самые дэмэдж-дилеры уже и остались. Винга, видимо, выкупилась. Видимо, не хотела бросать команду в самый тяжелый момент. Хотя это тоже было бы так сказать. Скорее, истричный байбел. И Файт дал 7000 опыта команде Сил Света. Но разница с опытом противников только на 2000, поэтому графики, думаю, не сильно изменились от этого файта. Хотя преимущество по ценности все же наконец-то ушло в сторону Generation of Miracle. 2000 преимущество на их стороне. Но это всего ничего, можно считать, что оно нулевое. Но 7500 по опыту. Но это опять же, мы видели то, что 7000 они получили с одного этого файта. Поэтому это вопрос одного удачного файта. Если их заберут у всех пятерых, то это преимущество опять же выйдет 0. Но бодро забирает Лайстилер Тавер. Долго еще резаться противники будут, но не рискуют. Саваться лишний раз Generation of Miracle слишком дорога им их жизнь, слишком круто их преимущество. Поэтому они поточковали Тавер. Они забрали его большую часть, осталось 175 хп. Остальную часть могут и крипы, в принципе, доделать. Если неосторожно поступит команда 666. Но дефается. Дефается точно так же, неплохо дефается команда 666. Они не потеряли сторону, они не потеряли здесь Тавер даже. Быстро достаточно резнулись и быстро среагировали. Испугались их силой тьмы. Продолжается фарм, поэтому Нига тоже хочет себе Монто Стайл, видимо. Да, это Монто Стайл будет. И БКБ нужно ВК. Оно ему действительно необходимо. Уже слишком много дэмэджа заходит от Инвокера. У Инвокера есть Аганим. Прокаст у него безумно сильный. Парадайз. Ребра у него есть. Ребра это хорошо. Ребра это к месту. Оракл тоже обзавелся с госцептерами. Видимо, госцептеры и форстаф это непрозойденные лидеры по количеству покупок в этой игре. И на самом деле жирный уже такой ВК. Но не сказать, что это жир очень сильно ощущает гуля. У него есть изолятор. Армор он как-то снижает. Продолжается. Но у него 20 армора. А по-моему 6 изолятор снимает. Но я хотела это уточнить. Где он здесь? Вот он у нас. Снижение брони 7. Я немного промахнулась. Прячется шусь сзади. Не знаю, что он сделает. Мониторит, видимо, обстановку смотрит, как крипы встречаются с уражескими крипами. Как ходят за ними противниками. Поэтому сидит в лесу и в скором времени вылезет. Выжимает. Он Глиммер Кейп и выходит на разведку. Но Глиммер Кейп вскоре кончается. Поэтому поспечно прячется в лесу снова. Только что продал наконец-то ВК свой. Медас. Обменял он. Он хочет его обменять на готовый Абисал Бейт. Видит. Нашли наконец-то Шу. Шу никак не может спрятаться. Нет у него Глиммера. Был только Крест. Но Крест этот его бы увеличил жизнь в качестве несколько секунд. Но он дал спейс противникам. Противники, правда, ничего за это время... Точнее, своей команде. Но эта команда ничего не успела сделать за это время. Дает купол Нига в двоих. Не знает, кому убить Лулу или Инвокер. Потерял драгоценную секунду времени. Год оф Лайф подходит также. Лулу умирает, но Инвокер оступает. У КП. Потеря Лулу не такая страшная. Но все равно мы видим, что двух героев у команды Дженеришна в Меркул сейчас нет. А дефлась команда Сил Света в очередной раз. Очень и очень неудачно получилось. Конечно, вот Асу там Шу Спейс создать. Но видим, что для этого, скорее всего, прятался. Хотел как-то аккуратненько вылезти и подольше отвлекать противников. Но успехом затея не обернулась. Сыр валяется. Выложил его РНСНС. Хочет кому-то передать. Достался же все-таки силам тиммейта Трашан. К слову, интересно, жив ли еще Айгес. У кого он, к слову, так был? У Ластилера, да, и Айгес до сих пор на месте. Сыр, видимо, выложили на помощь саппортом. Внизу Инвокер бьет крипов. Заходят крипы на Хайграунд. Они подачкуют немного Тавер, но вскоре Сил Света вернутся. Они хотят забрать... Да, они забрали уже Т2 Тавер на топе. И вернутся дефать в свою сторону. Странно важнее, чем Т2 Тавер. Но уже половину Тавера снес Инвокер. И его форжи могут закончить дело. Хотя крипы очень быстро исчезают под точками бомбы. Осталось где-то четверть КП Тавера. Тоже достаточно достойный РНСНС. Они в пустую прошли его заход. И потихоньку он так сгрызет этого раз. Учем того, что там очень на соплях Тавер стоит на МИДе. И здесь он тоже надежды особых не вызывает. Лулу бегает с Ластюлера внутри. Качала у нас Лулу. 225 к здоровью и 6 к здоровью в секунду. Он пытается стать танком без предметов. А, видимо, дальше будет броня и сила. Но все-таки предметами это не окупается. Он хочет еще делать лотар. Дорошан 4 минуты, а Егис пропал. Потеряли АЕГИ с командой силы тьмы. И у них было преимущество. Они его проигнорировали. И поэтому Ластюлер получил свой законный реген. И ушел обратно. Ашрайн здесь убили. У команды сил света прыгнул в ВК. Но от него тоже так же на реакцию отпрыгнуло назад. Команда Дженерирующего Миргла. Поэтому никто не подстрял. Но файт, видимо, какой-то назревает. Напряжение растет. Но попадаться в команду Дженерирующего Миргла отчаянно не хочет. У них есть некоторые проблемы. Если они потеряют героев. Если они проиграют файды. Впрочем, и команда сил света это тоже касается. Если кто-то из них сейчас проиграет файт. Это может им стоить двух сторон. Как минимум. Потому что одна из них недобитая. И первую очередь пойдут на недобитую. А потом уже будут бить какую-нибудь вторую. А может даже и игры. При неудачном раскладе. Если там, конечно, будут пытаться дефать по одному. Утраситься героя. И пытаться дефать свою базу. Но будут погибать раз за разом. Графики мне интересно посмотреть снова. По нулю в ценности. И по нулю в опыту. Абсолютное равенство команд. Поэтому действительно все будет решать один файт. И обе команды пытаются к нему максимально подготовиться. Но видим, команда сил света заходит уже на хайграунд. Сделал точку бородайс по бараку. Бараку и отошел назад. Получая здесь гуля. Стан в лицо. Сзади проказ дает инвокер. И Торнадо залетает вновь. Очень много потерял здесь снайпер. Он на ЛОХП бегает. Но издали бьет гуля. Гуля очень, очень плохо. Он подстрял здесь в... Прошу прощения, в купол. И все-таки погиб. Его пытались сейвить товарищи. Пытались на него кинуть крест. Съела сыр здесь финга. Отлетает назад. Но все равно есть уйдено погибнуть. Бьет ее. Продает, сделал последнюю тычку. Погибает. Винга, но выкупается гуля. Не забран еще ни один барак. До сих пор занят файтом команды Сил Света. Но файт пока что на их стороне. Байбэк был потрачен у гули. Гуля жрет. Парадайса. И Парадайс на самом деле очень сильно терпит. Залезает в крипа и вылезает. Гуля. И Парадайс потерял жизнь. И ему приняло решение отпрыгнуть. Пытался его здесь догрызть. Вайда очень опасно уходит здесь гуля. Он конечно может забрать Вайда. Вайда уже скоро станет катиться. Он улетит еще дальше. Не стоит так далеко идти. Ластилеру. И он возвращается. Хорошо, что не так много успела за это время команду потерять. Никто не погиб. Ничто не забыто. Гуду Флайф очень-очень-очень сильно проседает по ХП. Погибнет от рук Ластилера. А внизу РНСНС практически погибает от Парадайса. Да, хороший крест от ШУ в последний момент. И РНСНС отходит. Дает вам пласт вслед. Но не попал в Парадайс. А вот Парадайс дает здесь. Форстаф назад. Трипл килл тем временем сзади сделал Ластилер. И возвращается забирать Парадайса. Еще одна жизнь потеряна у Рейскинга. И втроем его как-нибудь уже зарежут. Все-таки несмотря на всю его жирность против целой команды, он сделать ничего не может. Проигран файт командой 666. И это может стоить им страны. Но впрочем, коры могут выкупиться. Если саппорты как-нибудь без опорта, скорее всего, смогут обойтись. Но выхода у них нет. У них есть еще один шанс. Небольшой, но шанс. Попадает Фитра и Войт, и ВК. Войт храбро прыгает вперед. Потеряли все-таки здесь уже один барак. К слову, за этот файт так и не просела ни одна из Казар Сил Сьмы. Как-то подгоняет крипов Дженерейшенов Миркл. Но пока они это сделают, треснется уже команда противников. И будет вот второй решающий файт. Слишком долго они не собирались. Ну, конечно, если считать один отвоёванный барак преимуществом, то они преимущество отвоевали. Облака. Получает ЕМП и Торнадо. Хотя, по-моему, ЕМП он не получил. Потому что Малка потратила. С него манэя слишком долго он привисел в Торнадо. Пока он в Торнадо, он не уязвен. Все мы это знаем. Поэтому как-то рановато дал РНСНС. Но, видимо, у него не было времени ожидать, пока тот упадет. Еще один Торнадо по крипам. Использует свой рефрешер РНСНС на полную. К слову, он у него скоро откатится. Откат рефрешера уменьшен с помощью Ахтаринкора. Но все-таки 140 секунд это достаточно много. Это полжиднее, я бы даже сказала. Поэтому оставить, скорее всего, рефрешер. Здесь напоследок команда Силтимы отступает. Силы Света дефаются как могут. Остался у них один барак, нерегенищийся второй погиб. Ну, как-то вот здесь один барак отвоевали. Видимо, скорее всего, преимущество, да, на стороне Силтимы, видимо, очень резко за эти два файта. В 8 тысяч отыграли здесь команда Generation of Miracle. И по опыту практически ничего не отыграли. Потому что файт очень долго дрился. И очень долго его переживали обе стороны. Бам получает очень больно здесь, конечно. Санстрайк и добивается у барак. РНС-НС кидает прокаст по снайперу. Снайпер, на самом деле, рискует погибнуть от него. Отпрыгивает РНС-НС лес. Его пока не видно. Дает он инвиз. Но его спалит из-за колдфита. А, не колдфита, а... Я забыла, как называется этот инвиз. Госволка. Да, остается след от госволка. От инвиза. Слово я не могу понять. По-моему, я не видела глаз. Нитон его с тех пор не давал. Нитон почему-то не дает субстрей стороны. Неужели патч что-то поменял и с этим скиллом? Мне интересно просто. Неужели патч что-то поменял с этим скиллом? И не осталось ничего. Раньше, если качал 25-й у левел инвокера, у него выдавался стан во все стороны. А теперь я об этом не вижу ни слова. Возможно, мне показалось, что он здесь бласт не давал, хотя... Вот честно, я не знаю, что он здесь давал. Там был торнадо и либо метеор, либо бласт. Но, тем не менее, бласт как-то уже мелькал. Возможно, не на этом левеле. И его во все стороны разбрызганы, разбрызганы. Я не видела. ВК отключается от игры. Будут его ждать. Неприятно, конечно, получилось. Такой момент ВК потерять страшно. Надеюсь, команда в дженерировании в мире колотнестесь скупом с пониманием. Мне интересно закончить эту игру. Честно. И они будут ждать своих противников. Они будут пытаться отжимать быстро регламентированные две паузы по одной минуте. Но все-таки ВК возможно вскоре вернется. Мы за это время успеем смотреть противников и разопараться, что тут происходит. Балкин Барс собрал снайпер, но против Голиит его особо сильно не спасет. Будет он добирать себе мельнир в довеск к своему мелью сторму. Дазл ходит с Линзой и собрал себе ТВЛА. Действительно, рядом с командой быть всегда необходимо. Алеша достаточно бедноват, но он собрал себе пику. Пик это тоже достаточно сильное решение. Но пока он так и не тапнул, я думала, он будет я думала, он соберет грипсы, но в грипсы идет у нас Угармак, у него уже есть Арканы, у него есть механизм и, возможно, к 60-й минуте у него будет Гвардин Грипс, потому что фармить ему негде. Команда жадная, всем нужен фарм. Винга ходит с Форстафом, с Форстафом у Свардар. Так и фармить свой Шедоуэйк. Слово, у него он есть, но, видимо, держит деньги на опыт, хотя и на байбэк, но и на байбэк деньги у него и есть. Возможно, он просто в файте последнего голда очень много заработал и так и не успел его потратить. Здесь делает хекс инвокер, он только что его дособрал, вот он затарил уже свои 6 лотов. А теперь снайпер вылетает, вот такая вот неприятность. Вылетает один за другим персонажем. Я не вижу Гулем. Гуля сидит сейчас, видимо, в Свардаре. Нет, он сидит в соседнем крипе, хочет, видимо, заварить крипавливую цену и ульта ему не жалко. И видим то, что Шу пока пользуется паузой и предлагает идти по миду в своей команде, в то время как идут все остальные по остальному онлайну. Но дефаются, как могут, конечно, ребята. Да, они будут проседать, теперь по их стороне без бараков будут наступать крипы и если они как-то отликутся, крипы могут дойти до Т4 Таура. Это немного неприятно. Всегда придется следить за тем, чтобы эта сторона не просела и в файте тоже думать об этой стороне. Ну, впрочем, голые бараки это тоже не есть хорошо, но, по крайней мере, Джеймейшн и Миркл знают, куда их команда будет нападать. Точнее, не их команда, а команда противника. Как-то я подзаговариваюсь слегка. Уже затаренный под завязку инвокер, есть у него деньги, он будет копить исключительно на байбэк, хотя у него с избытком, с большим избытком у него есть этот байбэк. Так, вкачал он себе немного здоровья. Действительно, урона у него и так, сквасов достаточно. Еще дополнительного фаржа. Ну, опыт, потому что это все-таки не самая значимая вещь, когда ты на 20-м левле. Ну, и на 15-м, мне кажется, тоже он достаточно хорошо получал левле, никогда не приседал. Скорость к атаке, а не ко всем к атрибутам. Видимо, решил, что танк потенциал ему достаточно добавил еще, но хотя он плосненький, но еще толстоты ему бы не помешало. Но скорость атаки, видимо, важнее. И 18 секунд у перезадки торнадо. Тут оно у него так быстро лесается. Это уже 9 секунд торнадо вместо 20 с чем-то с гаком положенных. Вот, видим, у него есть бласт. И я хочу посмотреть на его реализацию в одну сторону бласт. В одну. Когда это успело измениться? Не знаю, что именно. Повлекло такие изменения, но раньше это было в разные стороны. Опять же, беда в том, что не успеваю читать патчи. Юльнир. Ребра. Абиссан и Хурикан Пик есть у ВК. Он перекладывает ребра и кладет туда ТП. Да, ТПшка, конечно, полезная вещь, но внезапно он в одиннеке, раз ему поможет больше, тем более, что она будет еще несколько секунд неактивна. Но он переезжает на топ-тауэр, видит, что там подходят крипы. Наверху какой-то замес поставил здесь Нига Тавар. И забирает шу, забирает вместе с инвокером. У обоих есть байтбэк, поэтому это пока что не так страшно. И тем временем остальная часть команды забирает Аегис и поспешно ретируется. А сыр достался, скорее всего, Лулу. Да. Он его забрал. И опять же, он не покупает все еще суши-доблэйд, который у него лежит. Видимо, все-таки не так уверен, что он его хочет. Сила Света как-то собирается в кучу. Поняли, что есть у них еще небольшое преимущество. Возможно, они их будут пытаться байбэкзить инвокер. Попытается от Дефса или им не так больно потерять одну страну. Все-таки точно так же одной страны нету от Женейшина в Миркл. Но пока 53 секунды сидит инвокер в Сэше. Нет, инвокер не стал. Медлити тут же выкупился. Эксель свапнул кого-то, но этот свап не окупился. Никого здесь за него не убили. А вот Годов Лайф пострадал. Остальные поняли, что дело пахнет керосином. Они развели на байбэке. Они потеряли саппорта. Больше они терять не хотят. Там как-то бежит за ними инвокер. Дает еще вслед торнадо. В торнадо попадается, между прочим, ВК. И они цепляют снайпер. Снайпер, несмотря на свой БКБ, погиб. Видят они остальных членов. Будут их потихоньку догонять. Торнадо точно так же зацепляет инвокера. Прошу прощения, Оракул дает сюда же и МП. И МП его не зацепляет. Дает хорошую форста здесь. Оракул дает по себе ультимейт, но это не поможет ему спасти. Слишком много дэмэжа залетает. Он лопнет, как только закончится ультимейт. Эксель. Это почти назад, потому что там горят бараки. Эксель вполне себе один с ними справится, потому что там только гриппы. Больше никого нет. Отпушивает. Парадайз спасает в голую сторону. Выкупается Оракул. Есть еще выкуп у Угра, а вот как раз у снайпера выкупа нет. И это очень и очень опасно для команды. 666. Режут на сторону. Забирается барак, но поставил здесь Нига Купол. Бьет он на самом деле достаточно сильно. РНС, НС, РНС страдает, но у него есть Шу с Дазл. Вот, Шу с Крестом. Шу дал по нему крест, а остальные потихоньку отступают. Да, до сих пор снайпера нет в Пайте, но и без снайпера видят, что 666 хорошо отбиваются. Цепляет здесь Лулу, но дает по ним Бласт и Дворкер сдалека, откидывает тем самым противников. И неужели собирается продолжать оснастить сторону команды Силтимая? Они ждут крипов. Они действительно ждут крипов. Они остановились. Все, хватило у них благоразумия вовремя остановиться. Они снесли еще один Тавер. Потихоньку отгрызает базу противников. Вот видим, какие качели у нас вместо графика 4000 преимущества по центру. Это ничто на такой минуте. И ноль. Просто по опыту. Цепанули там продать, и продать потерял одну свою жизнь, потерять на вторую будет фатальным. Получает мультикаст Гуля, но этого не останавливает, забирает он Баракс. Забирает иния Генщиса следом. Забрал. Минус две стороны. Теперь можно с Чистой Душа расступать. Уже третий от Войда. Купол. За последнее время Лулу очень сильно просидает ПХП. Вешается по нему крест. Есть какое-то время, чтобы восстановиться. И Лулу еще получает хил от вражеского оракла, что ему немного помогает. Погибает Войт и погибает Винга. Размен не в пользу команды 666 и потеря двух сторон. Да, печально для них прошел файт, но по крайней мере трон стоит. Трон стоит, а надежда значит есть. Видим то, что преимущество по опыту тоже до сих пор в нуле. Ну то есть до этого оно было совсем нуле, а здесь вот выдалось на 4000. 4000 это пара убийств, это не так критично. И 10 тысяч по голде. Ну действительно, по голде до сих пор очень сильно в топе находится у нас инвокер. На 4000 от него остает вражеский керри. И достаточно в упор друг к другу идут Лайс Тивер и ВК. Но видимо то, что бои, конечно, неравны у... Хотя у Игули есть Абисал, и у ВК есть Абисал, у того есть Дезармор, у другого есть Дезармор, у этого есть магический демодж в виде Ангельниры и Криты, а у Гули... Возможно, дело сройнет с руки, потому что на самом деле как-то себя конкретно здоровее чувствует Гуля в этом месте. То есть, опять ко всем атрибутам, действительно такой вот хороший выбор для Ластиля, раз скорость атаки она все-таки как-то возвращается за счет одного предмета, у него есть Кераса, и это Кераса с 15 скоростью атаки дает атрибут и дает чувствовать себя немного лучше. Точно так же задавали все к урону вместо здоровья, но он здесь в основном режет, танкуют за него другие люди, уклонение вместо бабочки и 15 к броне. Возможно, значит, кстати, уклонение он уживает. Видим то, что у него брони аж под 40, 42 брони у него и где-то 300 с чем-то урона с руки, 320 что ли? А у БК что у нас? У БК брони меньше, у него 26 брони всего лишь, а у того мы видели под 40. И демажа с руки тоже гораздо меньше, тут всего лишь около 200 с небольшим, а там 300 с небольшим, поэтому все-таки понятно, почему чувствую себя увереннее на линии. Нет персонажа, посмотрим. Айгис в очередной раз пропал. Что здесь качал ВК? Интересно, 15 урона вместо интеллекта, ну да, интеллекта ему в принципе хватает на арест, отцепляет, между прочим, ВК здесь вся команда Generation of Miracles погибает один раз ВК, ко второму разу успевает протянуть команду, его форстафуют, дается ультимейт от Оракула, ставится купол от Сардара, фото Сардара от Вайда, Экселя в этом куполе убивает, РНС-НС убивает, он выживает, его форстафуют, Лулу приходится плохо, его здесь скорее всего добьют, но на нем пока что Лиммеркей, пока что он успел облинкануться, а вот Шу, причем погибнет, но на то судьба, на то, тяжелая судьба саппорта, на то, что он гибнет за своих керри, залезает Крипа, здесь Ластилер, пока что он не погибает, не расстреливает его Бам вместе с Фарадайсом, но пока он будет за ним бежать и перестанет хилиться, он может и погибнуть, дается еще один ультимейт от Фарадайса, а мансует своим орлетом минус Ластилер. Но есть у него байбек, мне интересно состояние по байбекам, к слову. Вот так вот, у Слардара он есть, и все, и я в Гуле, и Гуля, если что, резница. У них есть 100 секунд, и видимо, что не спешит нападать, к слову, команда Сил Света, возможно, это их ошибка, возможно, у них больше не предстоит такого шанса, 123 секунды в таверне сидит Гуля, а можно было его, по крайней мере, развести на байбек. Но, видимо, они боятся при этом потерять слишком много. Даза уже развелся лутусом, богатенький такой даза, но хотя 56 минуты игры, все рано или поздно становятся богатыми. УВК, мы видим, предметов не прибавляется, и он не знает сам, что себе купить, у него уже 6000 голды, что к нему едет, гем к нему едет, он гем получит в экстэш, видимо, чтобы ходить и поперебивать ворды. На его месте стоило бы купить себе тревела, наверное, поменять, чтобы не таскать такой шкурс тэш, а не мучиться с этим. Оракул все так же ходит с Пикой, Госс, Септером и Эзерлензом. Действительно, очень жадные члены команды, они не оставляют саппортом никакой голды. Фейслес Войт. Планирую серию фрешеров, действительно, на два купола лучше, чем один. И заходят уверенно на тавр. Действительно, выкупаться на последних 10 секундах гораздо обиднее. Видимо, пытаются как-то пережить эти секунды, а возможно, он не станет терпеть ради своей команды, ради своей страны. Но действительно, обидно выкупаться на последних секундах. Поэтому бараки слетают, Парадайз очень бодро их разбивает и точно так же сзади набивает снайпер. РНС, СНС дает, ЕМП дает здесь торнадо, и все-таки один барак упал, но сторона жива, в то время, как нет у другой команды аж трех сторон, и поэтому Силу Света отступает. Успел даже реснуться здесь Гуляева, не потратил он байбэк. Вот так вот, это был тест на выдержку, не получилось с них развести противников. Дается, в общем, тут же смакеет команды Силу Света, и тут они прямо опять собираются преследовать своих врагов, видят они ВК, видно противников на Варде, поняли они, что рядом где-то инвокер Пагу сполкла, но это было слишком поздно, Прадайс уже потерял половину ХП, рефрешер от РНС, дает он снова Бласт, падает Огрмаг, и Прадайс теряет свою первую жизнь. Остальная команда спешит вытянуться, но могут ли они помочь? Хочется поставить здесь купол. Нига ставит, он его бьет РНС, но он слишком жирный, Экселе он бьет, но Экселе потеряет не так страшно команде, дает ультимейт по Парадайсу, Парадайс пока что жив, у него еще есть ХП, Нига погибает, Луу дает став по Парадайсу, Алеша, Алеша как-то сзади живет, но погибает в итоге и ВК, и Алеша. ВК выкупается, но могут ли они защитить последнюю сторону, последние бараки вдвоем? Скорее всего нет. Слишком тонкий снайпер, слишком много дэмэжа залетает в одного ВК, он не может столько дэмэжа один танковать. Дают они друг по другу смоки, поражали, решили потратить немного голды на это, но заходит уверенно Generation of Miracles, неужели не заберут эту карту? Действительно, очень невероятная победа, просто невероятная игра, крайне интересная, вот такие вот качели на протяжении всей игры, и скорее всего, это действительно будет победа силы тьмы, отбиваются, как может команда 666 своим скромным составом, но это не спасает их базу. Бьет ластер издалека. Т4. Барадайз подставляется прямо под Sunstrike, но по крайней мере выживает. Падает один из Т4 Тауров. Подходит как-то там скромненько команда Силсвета, но упала вторая Т4 Тауров, и вместе с крипами Generation of Miracles забирают трон. Уже почти весь рон упал, не сдается до последнего Силсвета, вот все пишут ГГ, они признали свое поражение, и это победа команды Generation of Miracles, действительно невероятная победа, но этот коллектив оказался в этом предстоянии сильнее, хитрее, возможно, дело действительно хитрости, то, что они сделали правильный тактический выбор. И в итоге команда выходит в финал, а команде 666 остается лишь пожелать удачи в другом турнире. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!